В целях реализации на территории Артемовского городского округа единой государственной антикоррупционной политики в 2017 году осуществлялась деятельность по противодействию коррупции в соответствии с нормами федеральных законов об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов о муниципальной службе в Российской Федерации, о противодействии коррупции в Свердловской области. Об этом рассказало средство массовой информации Артемовского, первый заместитель главы Артемовского городского округа Наталья Черемных. Постановлением администрации Артемовского городского округа был утвержден план мероприятий по противодействию коррупции и программа противодействия коррупции в Артемовском городском округе. Все 122 мероприятия, предусмотренные данным планом, были выполнены своевременно и в полном объеме. Подводя итоги работы в области противодействия коррупции за 2017 год, Наталья Черемных остановилась на основных мероприятиях в данной области, осуществленных на территории Артемовского городского округа. За 2017 год юридическим отделом была проведена экспертиза 230 муниципальных нормативно-правовых актов. По результатам антикоррупционной экспертизы выявлено и устранено 5 коррупциогенных факторов. Кроме того, вышеназванные проекты муниципально-нормативно-правовых актов были размещены на официальном сайте Артемовского городского округа. И по всем этим актам были направлены 230 уведомлений для того, чтобы уполномоченные на то лица могли провести независимую антикоррупционную экспертизу. Кроме того, эти проекты нормативно-правовых актов были направлены в Артемовскую городскую прокуратуру. Кроме того, в 2017 году состоялось 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе. На заседании комиссии были рассмотрены следующие вопросы. О результатах выполнения плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции и плана мероприятий программы противодействия коррупции на 2017 год. О результатах выполнения мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции. О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде. об эффективности организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, о выработке дополнительных мер по предотвращению нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, об ответственности должностных лиц органов местного самоуправления за непринятие мер по устранению причин коррупции в сфере ЖКХ, неисполнению либо ненадлежащему исполнению должностными лицами своих обязанностей, о проведении антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов Артемовского городского округа и о представлении муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведения о доходах за 2016 год. Также в целях выполнения статьи 13.3 обязанность организации принимать меры по предупреждению коррупции Федерального закона о противодействии коррупции. На заседании комиссии в феврале 2017 года был рассмотрен вопрос об осуществлении контроля за реализацией мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях Артемовского городского округа в 2016 году, в том числе в МБУ АГО «Жилкомстрой». На данном вопросе были заслушаны учредители муниципальных учреждений Артемовского городского округа – это управление образованием, управление культурой и комитет по управлению муниципальным имуществом. Кроме того, был заслушан директор муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой». По словам Натальи Черемных, на заседаниях комиссии по противодействию коррупции при управлении образованием, управлении культурой, комитета по управлению муниципальным имуществом В течение 2017 года были заслушаны практически все руководители подведомственных учреждений. Также в течение минувшего 2017 года проводилась работа по антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, осуществлению контроля за исполнением ими законодательства о муниципальной службе, в том числе за соблюдением запретов, ограничений и требований к служебному поведению на муниципальной службе. В 2017 году 23 муниципальных служащих уведомили своего работодателя о выполнении ими иной оплачиваемой работы. В отношении одного муниципального служащего был выявлен факт несвоевременного уведомления при фактическом выполнении им иной оплачиваемой работы. К муниципальному служащему был применен, значит, муниципальный служащий был привлечен к дисциплинарной ответственности. Уведомления от муниципальных служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также обращений от граждан и организаций о совершении муниципальными служащими коррупционных правонарушений не поступало, отметила Наталья Черемных. Субтитры создавал DimaTorzok